Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Огромное спасибо, что заглянули. У нас сегодня мукпанг с роллами. Я распаковала новый столик, который заказала еще два месяца тому назад. Уже мебель заказываю с Trendyol, но этот столик мне понравился не особо. Он такой, знаете, хлипкий. Как-нибудь во влоге вам обязательно его покажу. И заказывать вам тоже не советую, поэтому, наверное, о нем отдельное видео я снимать не буду. Сегодня у нас очень аппетитные, красивые роллы, достаточно крупные. Здесь Филадельфия, Калифорния и вот эти вот, я не знаю, как они называются, жареные с шапочкой. Если вы тоже кушаете, то приятного вам аппетита! И прежде чем начать этот мукпанг, мне бы очень хотелось попросить вас сделать для меня небольшую услугу. Наверное, те, кто подписаны на меня в инстаграме уже в курсе, про что я сейчас буду говорить. Моя родственница участвует в конкурсе, где нужны ваши голоса. Голосование абсолютно бесплатное. Вы можете перейти по ссылке, которую я оставлю внизу в описании под видео. Зайти в свой мейл и проголосовать за одного участника. Кому не сложно, пожалуйста, сделайте это. Первый претендент Дарья Аразова, она под номером 1. Просто отдаете свой голос за нее и возвращаетесь дальше смотреть мукпанг. Она просто очень хочет выиграть, еще голосование будет до 19 числа. Каждый ваш голос имеет огромное значение. Я закреплю в комментарии ссылку и также в описании под видео. Неважно, где вы находитесь, в какой стране вы живете, разницы просто никакой. Буду благодарна каждому, кто это сделает. А мы с вами приступаем. Мама меня ругает, говорит, какой камин на улице весна. А мне так нравится, так атмосферно смотрится. Не знаю, я попробовала другие фоны, как-то все не то. Так, давайте начнем с Филадельфии. Здесь Филадельфия достаточно крупная, очень аппетитная. Макаю в соус. Я сама сходила и забрала, доставку не заказывала. Вкуснотища, но очень крупные роллы, очень аппетитные. Сегодня я хочу разобрать одну тему. В общем, на бумажном канале я оставляла мейл, на который нужно отправлять свои истории. Видимо, девушка под моими видео постоянно оставляла комментарии, я их не видела. И она решила свой вопрос направить туда. В общем, история достаточно длинная. Я думаю, не стоит ее прям зачитывать. Но суть вопроса заключается в том, что мужчина не делает подарки, а ей очень хочется. Отношения длительные. И особо никогда ухаживаний не было. И что мы с вами посоветуем сделать в подобном случае? Я просто хочу рассказать немного про свой опыт, как я вижу эту ситуацию. И чтобы ответить на этот вопрос, я даже посоветовалась со своим парнем. Все-таки мужчине виднее. Давайте сначала начну просто чисто с моего мнения. Вот почему, на мой взгляд, мужчина не дарит подарки. Я почему-то всегда это связываю с характером. Есть просто жадные люди, а есть более щедрые. Я, честно, плохо отношусь к вот этим вот гипотезам психологов, которые говорят, что подарки обязательно нужно выпрашивать. Я считаю, наоборот. Ни в коем случае выпрашивать подарки нельзя. На мой взгляд, это унижает саму девушку. Посмотрела пару видео психологов. Вообще психологи что говорят на этот счет? И все просто учат, как правильно выпрашивать. А мне кажется, это совершенно неверная позиция. В общем, я вчера вечером спросила у своего парня. Мы сидели, кушали суши. Я у него спрашиваю, вот как ты думаешь, что нужно девушке сделать, чтобы мужчина начал дарить подарки? Я ему объяснила, что подписчица задала вопрос, и мне надо как-то развернуто ответить на мугланке. И он сказал мне, вот когда я тебе что-то дарю, ты улыбаешься, ты радуешься. Я получаю от этого максимальное удовольствие. Я настолько радуюсь, когда вижу твои эмоции. Вот если бы я тебе что-то дарил, и у тебя не было абсолютно никаких эмоций, или наоборот тебе что-то не нравилось, у меня бы не было мотивации. Ну, а вообще, говорит, как мужчина, я могу сказать, если мужчина не дарит подарки, значит, он не так сильно заинтересован. На мой взгляд, вместо того, чтобы прибегать к этим всем манипуляциям, нужно просто с человеком поговорить. Возможно, он понятия не имеет о том, что для тебя это все очень важно. Может, он считает, что это какие-то романтичные моменты. Вот, например, я иду на ноготочки. К примеру, да. Вот просить деньги у парня, мне кажется, как-то, ну, не особо. Не особо красиво. Как вы знаете, я все заказываю онлайн. Сомневаюсь между двумя платьями. Я кидаю оба варианта, и он меня сразу так на ходу. Покупай оба, я тебе оплачу. Я говорю, да нет, не надо, но узнает номер моей карты, и все, скинул мне денежку. Мне кажется, это просто характер человека, потому что с предыдущей девушкой он тоже был щедрым. То есть это просто характер. Вот некоторые в комментариях мне пишут гадости. Мол, что-то как попрошайка. Ты что, не можешь сама себе что-то купить? Почему он тебе постоянно что-то дарит? Я не знаю, это у людей зависть. Или есть девушки, которые не могут себе позволить подобные вещи. Но я считаю это абсолютно нормальным. Поэтому, если человек не дарит, вы им об этом говорили, для вас это очень важно. Есть еще сопутствующие другие какие-то моменты. то, на мой взгляд, лучше найти человека, который вам подходит. На Земле столько людей с разными характерами, с разными восприятиями мира. По-любому вы найдете человека, который подходит именно вам. У меня у подруги даже был случай, когда она встречалась с парнем, и он нечаянно порвал ее сумку, а потом не хотел покупать новую. Представляете? Точнее, она хотела такую более-менее дорогую сумку, но в любом случае, он порвал эту сумку. Он должен купить новую. И было еще куча минусов у него, и она все тянула, тянула эти отношения. Но в таких моментах я никогда не лезу. со своими советами, что вот, брось его и так далее. Человеку виднее. Иногда, знаете, нужно удариться головой об грабли. Сейчас она в таких отношениях, где ее ценят, любят, уважают, дарят цветы, делают все, что угодно. Я вообще в последнее время решила, что я буду минимум показывать того, что он мне дарит, делать и так далее, потому что в комментариях это все начинается. Чисто для меня подарки, они не настолько важны на самом деле. Я могу обойтись и без подарков. Если я вижу, что, например, мужчина не покупает мне подарки, то есть я не настаиваю абсолютно на подарках, если я вижу, что человек рационально тратит деньги, на что-то копит и что-то планирует. Но если человек для себя готов выложить сколько угодно, большое. для вас у него просто нет. Всегда у него нет. Это конкретно заставляет задуматься. Давайте немножко поотвечаю на вопросы, которые вы задавали еще 3-4 дня назад. Я оставила опросник, а потом не сняла мук-панк. Так получилось. И вот сейчас я хочу ответить на эти вопросы. Аида Кузьмина задает вопрос. Аидочка, вам огромный привет. Хотелось бы сниматься в кино. Буквально вчера смотрела свой любимый фильм. Называется «Холодное сердце». Режиссер это Садакет Каримова. В общем, очень крутой фильм, который просто разбил мне сердце. На самом деле, это, наверное, лучший фильм, который я когда-либо смотрела. Вы знаете, я бы очень хотела сняться в фильме. Даже в каких-то второстепенных ролях. Но в каком-то интересном фильме. Вот эти сериалы, которые снимаются у нас, мне вообще не нравятся. Мне бы хотелось, чтобы мне нравилась эта картина. Я бы сама с удовольствием смотрела этот сериал. И там бы снялась. Но еще я особо не обладаю никакими навыками. Я никогда не ходила в актерскую школу. просто как какой-то экспириенс в принципе можно. Но я не люблю начинать что-то новое. То есть мне кажется, что у меня это абсолютно не получится. То есть будет на меня со стороны вообще неинтересно смотреть. мне так кажется. Я также, например, себя не вижу певицей. Какая бы у меня аудитория ни была, я абсолютно не вижу себя певицей. Я не вижу себя в бизнесе. Есть такие люди, они сразу везде. Вот это не про меня. 18 минут уже. Я еще даже не наелась. Прямо в Ютубе можно посмотреть. «Холодное сердце». Очень интересный фильм. Причем это фильм, который основан на реальных событиях. Эта история действительно была. И даже у меня бабушка знает деревню, где это все происходило. Представляете? В фильмах обычно в конце все заканчивается просто волшебно. Все счастливы, все рады, все хорошо. А здесь не так. Здесь фильм заканчивается плохо. Но он очень поучительный в то же самое время. Поэтому, если вы его не смотрели, то обязательно посмотрите. На этом все, мои хорошие. Огромное спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Я вообще впредь хочу продолжать снимать именно здесь. Сюда купить какой-то светильник, а здесь все время менять фон. Я вот сижу, мне очень удобно. Я сижу на полу. Это небольшой такой журнальный стол. Также в конце, опять же, хотелось бы вас попросить, если вы до сих пор не проголосовали, обязательно переходите в описании под видео. Там будет ссылка, по которой вы можете перейти и проголосовать за Дарью Аразову. Она там среди претендентов самая первая. И если вы это сделаете, я буду бесконечно рада. На этом все, мои хорошие. Берегите себя. Пока.